Всем привет и здравствуйте, марафон Монста Экс продолжался, тридцатый ролик Flavors of Love. Все ссылки на экране, милости прошу, подписывайтесь, тупайте, ставьте лайки, и мы начинаем. Ммм, приятная мелодия, студийное оборудование, на фоне еще усилитель маршал стоял, фортепиано, ох, сколько всего прекрасного, там даже еда в кадре появилась, что-то похожее на начос, люблю начос, поэтому если любишь, отпусти. Ох, приятно так звучит. Какое-то, знаете, утро выходного дня, забытое чувство, когда работаешь 7 дней в неделю, но, тем не менее, студия очень симпатичная, я бы в такой поработал. Вообще, хотелось бы, конечно, иметь отдельное помещение, куда можно было приходить, снимать все видосы и записывать песни и так далее, ну, все когда-нибудь будет. А так, конечно, доступ к профессиональной студии — это благо для музыканта. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Я просто в восторге. Не от того, что там МонББ написали, я думаю, МонББ от этого в восторге, я в восторге от визуального ряда, то есть такая студия, приятная подсветка, ох, как же было бы здорово в этом работе, как же там проще было бы решать конфликты с басом, когда ком-то сама по себе гудит, а потолок является мембраной, потому что натяжно из-за этого куча всяких артефактов, ты слышишь, которых нет и не слышишь то, что на самом деле есть. Ух. Ну, красота. Я просто, вы не поверьте, люблю студии звукозаписи, особенно, когда там все красиво, аккуратно и оборудование, странно, да, вот звукорежиссера и музыканта такое слышит, но, ну да, бывает такое. Такие вот мы, некоторые извращенцы, любим музыкальное оборудование и работать в нормальных студиях. Ладно, я тут могу долго говорить о том, как же я завидую этой ситуации, но давайте дальше. Тут сразу напрашивается вопрос, который я всегда задаю, когда вижу айдолов, которые едят что-то сладкое или в большом количестве чипсов и прочее, их заставили голодать перед съемками несколько дней или запретили съедать целиком все, что было в кадре, или потом отправили в спортзал или что, потому что, ну, чаще всего парней и девушек особенно заставляют сидеть на всяких чудовищных диетах, либо в усмерть заниматься спортом. Хотя, если ты постоянно занимаешься хореографией, так уже мощная нагрузка, которая сжигает в тебе весь гликоген, и поэтому, наверное, немножко углеводов можно себе позволить, ну, так просто наблюдение. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Прекрасный клип, отличная студия, очень хорошо записанный вокал, не в усмерть пережатый бас, слегка округлый, но не сильно вылезал и торчал. В принципе, все инструменты между собой сочетаются, и вообще, ну, очень приятная музыка. Я бы под такое блинчиков с черникой навернул. Да я бы без такого блинчиков с черникой навернул, но кубики пресса сами себя наружу не вытащат. Нужно соблюдать диеты. Поэтому, что я могу сказать, бодрая песня, и добавлю в свой плейлист какой-нибудь для успокоения. А пока что список бустеров. Благодаря ним я могу иногда успокоиться и позволить себе блины, которые я все равно не куплю, а куплю вместо этого гречку либо курицу. В любом случае, дамы, господа, товарищи, товарищи, друзья, друзья, YouTube-спонсоры, донатеры, благодаря вам все это выходит, продолжает и будет выходить, несмотря ни на что, пока, правильно, тепловая смерть вселенной не разлучит нас. Ну или пока я живой. Надеюсь, и то, и другое будет... Подождите, если я надеюсь на тепловую смерть вселенной... Нет, я надеюсь на то, что я буду живой. Вот на это я надеюсь. В общем, что еще у нас есть? Бустим. Ранний доступ до паунтера, контента и многое другое ждет вас там. Проходите, смотрите, изучайте, если вы смелые, ловкие, умелые и хотите стать таковыми. Ну и способ поддержать канал. И меня тоже. Что еще? Эмпо-ребют, кей-поп-новости, эмпо-энтертеймент, музыка, телеграм-канал, хап-локация. По-прежнему Максим, и я не говорю вам проще, я говорю до новых встреч. Пока. Пока.